День в день, час в час, минута в минуту, радио Болтком. Не нужен повод, и время не имеет значения, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». И всем доброго дня. Программа «Встретились, поговорили». С нами на прямой связи Ольга Троицына, коуч. И мы, как всегда, продолжаем нашу, я бы сказал, цикл бесед, разговоров. О том, как поменять что-то в жизни, что изменить. Добрый день, здравствуйте, Ольга. Добрый день, очень приятно слышать. Надеюсь, у всех все прекрасно складывается сегодня. И мы сегодня хотели поговорить о еще одном аспекте, без которого невозможны перемены в жизни. Мы все понимаем, что для того, чтобы что-то изменить, нужно что-то придумать, нужно выйти за какие-то рамки. Обыденности нужно понять, что ты хочешь от жизни. Но для этого часто нужно уметь взглянуть со стороны на свои проблемы, как-то, может быть, по-новому оценить свои возможности. Как повысить вот эту креативность, свое генерирование этих новых идей? И что для этого нужно сделать? Вот сегодня, наверное, с таким вопросом мы обратимся к Ольге. Прекрасный вопрос. И вот этот вопрос креативности и творчества, он на самом деле очень интересный. У меня сейчас и клиенты есть таким запросом, как и где либо найти творчество и свободу, либо восстановить, если она была. Но вот слушая вас и вводную часть, мне даже показалось, что мы можем этим эфиром или сегодняшней нашей беседой немножко даже успокоить наших слушателей. Мы все время говорили про то, что надо самому все осознать, надо самому взяться, пойти все сделать. И если чего-то не получается, то ты как бы сам виноват. То сегодняшняя тема, мне кажется, она немножечко такая, с одной стороны, успокаивающая, да, потому что я бы, прежде чем мы начали обсуждать какое-то творчество и креативность, поговорила бы про наши внутренние установки. И где-то, чуть-чуть, эта тема, она снимает с нас ответственность, потому что наши внутренние установки, они бессознательны, и мы не всегда их понимаем. А это всегда просто. Если я чего-то не знал, значит, я за это не отвечаю. И вот тут вот мы, наверное, немножечко сможем даже расслабить и порадоваться, что пока мы не знали про эти установки, особенно негативные, мы вроде как и не знали, и не могли что-то менять в своей жизни. Но вот после сегодняшнего эфира, когда мы немножко расскажем, я думаю, что эта тема, она огромная, она глубокая, столько, сколько мы успеем за сегодняшний день к ней прикоснуться, посмотрим, насколько она там будет актуальна дальше. После этой темы, ну, тогда на самом деле уже фактически не будет пути назад. Как только принять решение, так хочу я в этой жизни что-то менять или не хочу я в этой жизни что-то менять. Ну и давайте действительно поймем, что же нам поможет снять эти негативные установки, вот снять эти барьеры, как у Пастернака было поверх барьеров, увидеть свои какие-то вот дальнейшие перспективы. Именно так, установки это так и есть, это где-то внутренние блоки. И что такое установка? Это образ, прикрепленный к ней эмоцией. А негативная установка — это какая-то программа, которая существует в нашем подсознании. Возможно, какое-то время назад она и работала, она нам была нужна, но со временем она стала негативной и стала токсичной, и стала нам мешать. И вот наша задача — выявить эти негативные установки. Как пример самый простой. Например, в жизни человека укусила собака. После этого, естественно, слово «собака» ассоциируется со страхом и появляется автоматически тут же там за секунду установка, что собаки — это как минимум опасность. Пусть не зло, но как минимум опасность. И дальше человек живет с этой установкой. Шансов, что он, например, заведет себе собаку, уж тем более большую, очень маленькие, просто потому что произошел этот один случай. Но тут тоже разные люди реагируют по-разному. И пока я вспоминала эту историю, когда вспомнила себя, меня тоже в детстве укусила собака, но я даже никому об этом не сказала, потому что я страшно боялась уколов от бешенства. Нас тогда пугали, по-моему, там чуть ли не в живот что-то там, что-то там. И у меня был выбор в детстве. Я еще до конца не понимала, чем это грозит. Либо смерть от бешенства, либо эти прививки. И что самое интересное, я выбрала, видимо, смерть, потому что я никому ничего не сказала, и прививку я не сделала. Мне казалось это страшнее. Но мою сестру точно так же укусила собака, и с тех пор она очень боится собак. В моей жизни было две большие собаки, и один лабрадор до сих пор у нас дома живет. Я люблю собак, все очень здорово, и как бы размер мне не важен, я им как-то доверяю. Да, сестра, даже несмотря на то, что у меня две большие собаки, относятся с опаской, мы практически всегда, когда она приезжает, собак убираем. То есть вот оно просто механизм даже самой простейшей установки, как она у нас появляется. И откуда еще могут взяться установки? То есть помимо установок из нашего опыта, из нашей жизни, это могут быть установки из опыта или жизни другого человека, из средств массовой информации и общего информационного шума, опыт поколений, которые установки, которые нам уже фактически даются при рождении, и какой-то определенный духовный опыт, это тоже есть в установке с рождения. Тут уже насколько мы сами сознательно можем их понять, это огромная работа, но по сути это все мы можем выявить, если поставим перед собой такую задачу. Самая большая проблема, и проблема номер один с установками какая? Мы про них не знаем. И вот это вот история с собакой. Мы как бы, когда не хотим заводить большую собаку, или, например, мужчина укусила собака, он вступает в отношения с женщиной, которая обожает собак. И что происходит? То есть этот мужчина будет делать все для того, чтобы, естественно, собаку они не завели, потому что у него уже внутренний такой прям стресс и отторжение этой всей истории. Но если он поймет, что это установка всего-навсего, и это была одна собака из миллионов собак, не знаю, там миллиарды на всем земном шаре, и просто это сложилось так, что она шла мимо, может быть, он спровоцировал, может быть, он пах каким-нибудь там бутербродом, собака была голодная. То есть есть же миллион случаев. И вот работаем мы над этими установками сами, либо мы продолжаем их нести дальше. Вот просто как данность. И проблема с этими установками в том, что они находятся уже за порогом нашей критичности, они уже на уровне веры. То есть мы верим в то, что собака – это опасность. И все. Точно так же, как, наверное, существует предубеждение, я не знаю, там есть и расовые, и национальные, вот мы боимся чужаков, мы боимся людей другой, ну вот национальности, веры, религии. То есть для нас тоже это как, ну иногда бывает подсознательно какой-то источник. То есть они не такие, как мы, вот что от них можно ждать? Ну точно так же, как и, ну не знаю, многие говорят, что предубеждение против там бездомных людей. Ну то есть много-много-много всяких разных есть предубеждений, которые вот считается, что в принципе, ну нужно бороться в приличном обществе. Ну вот тут тоже очень интересно, вы такую прям очень объемную тему затронули, да, откуда, вот мы сейчас даже можем проследить, откуда идет тут установка. Часть идет установок, вот фактически родовые, да, это могут быть, то есть почему мы недолюбливаем какие-то национальности. Тут у нас недавно тоже исторически был прям дискуссия с друзьями, да, что и откуда отношение, например, к евреям такое, какое оно есть, да, то есть у тебя-то в твоей жизни вообще по сути ничего подобного не было, но ты где-то ты прочитал из книг какую-то историю, какую-то историю тебе рассказали твои родители, и ты собрал этот весь ворох информации, или там в детстве, например, были цыгане. Вот сейчас они куда-то пропали, я даже не вижу. А вот все мое детство было связано с тем, что цыгане, они гипнотизируют, они воруют или еще что-то, да, может быть, их куда-то выселили, или я их перестала видеть. Но по сути вот эти вот установки, они идут откуда-то. И если сесть и проанализировать, мы даже сможем, может быть, даже очень четко вспомнить, откуда каждая установка, да, относительно вот того, что там чужаки или бездомные. Что? Что-то произошло, с каким-то родственником что-то произошло, да, бездомный его там на полограбил или еще что-то. Откуда это все? И вопрос, что вы с этой установкой будете делать дальше. Но это еще, ладно, есть еще установки и самые такие печальные, когда человек о себе думает, что он должен быть каким-то другим, да. И тут вот вторая история, почему трудно выявить эти установки. Например, большинство, возможно, молодых людей мечтают стать предпринимательными, бизнесменами, да, зарабатывать большие деньги. Что они? Они думают о том, что как они красиво будут работать 4 часа в день, у них будет огромная команда, прекрасная машина, дом, не знаю, там, часы на руке, и все будет складываться. И что происходит? Они идут по этому пути, начинают, вероятно, заниматься предпринимательством, находят какие-то деньги, вкладывают в какие-то бизнесы, и с большой вероятностью у них первый раз ничего не получается, как у всех нас, да. Да, да. Они выгорают, банкротятся, то есть появляется огромное разочарование. И вот тут тоже очень интересно поанализировать. Разочарование происходит в ком? Он разочаровывается, сам человек, это понимает, в себе, что я оказался сильно плохим, сильно недостойным, вот у соседа получилось, у меня это не получилось, либо человек все-таки начинает анализировать определенную ситуацию. То есть почему у него не получилось с этим бизнесом? Потому что он не продумал сам бизнес-план, потому что он не исследовал рынок, потому что были конкуренты, да. И это является как бы единоразовым провалом, с которым можно работать. Но если мы как бы рассматриваем первый случай, что человек сразу начинает винить себя во всех своих неудачах, то тут вот интересный вопрос, как раз возвращаясь к установкам, почему он решил, что он предприниматель? То есть откуда такая установка? Возможно, отец хороший бизнесмен, да. То есть и что, это значит, что сын тоже будет хорошим бизнесменом? Абсолютно нет, да. То есть откуда вкладывается установка? И дальше вполне вероятное развитие событий. Этот человек так и будет пытаться идти в бизнес, потому что папа бизнесмен, потому что установка, что я бизнесмен, а путь не твой. И вот почему, еще раз, очень важно работать и понять, является ли это установкой. То есть это ли правда твой путь? Вот мы говорили, и про смену профессии и так далее. Правда ли предпринимательство – это твой путь? Или вам на самом деле нравится, я не знаю что, лечить животных, да. И в душе вы ветеринар, и мне вообще кажется, что я в прошлой жизни тоже была ветеринаром, потому что я люблю животных, и меня никак как бы в этой жизни не тянет в медицину, но я понимаю, что вот какая-то вот эта вот эмпатия к животным у меня есть, да. А вполне вероятно, там какой-то огромный многомиллионный бизнес не мой. И люди начинают думать, что у них недостаток каких-то качеств. Я там, может быть, самое ужасное, да, что предприниматель. Я не умею людей обманывать, да, поэтому я не предприниматель. Я не могу, там, не знаю, где-то украсть или где-то нечестным способом получить эти деньги, поэтому я не предприниматель. То есть у меня нету каких-то не очень хороших качеств, которые мне мешают заниматься бизнесом, да. А по факту история совсем другая. Но я вот сразу вспоминаю мемуары Юрия Никулина, где он говорит о том, что ухаживая вот за своей будущей женой, он столкнулся с тем, что родители вот жены категорически не хотели принимать в семью человека, ну вот клоуна, у которого профессия клоун. И только потом, ну как бы они, познакомившись с ним, им удалось вот снять этот негативный блок. И разговаривая, он выяснил, что они видели, помнили клоунов по чуть ли не временам гражданской войны, когда какой-то бродячий цирк Шапито, и там совершенно пьяный, значит, рыжий клоун, которого все время били по лицу, и он падал лицом в опилки. И вот у них сложился вот стереотип совершенно какого-то опустившегося паяца, которого, над которым издеваются, бьют, и люди вот смеются над ним вместо того, чтобы его пожалеть. И потом, увидев Юрия Никулина, они поняли, что да, это искусство, это тоже своего рода актерское мастерство, и вот они с большими извинениями были вынуждены признать ошибку, что это вот у них был какой-то стереотип в голове неверный. Ну вот, а представляете, то есть им шанс такой выпал проработать эту установку прямо вот в реальной жизни, да? То есть не жить с этой установкой, что клоуны – это что-то непонятное, их не будет в нашей жизни, а вот сложилось так, что, видимо, через детей, через свою дочку, да, им пришлось волей-неволей работать над этой установкой. Это очень интересная такая история, потому что вот как раз вторая проблема, если даже люди понимают, что эта установка есть, вот, например, как в этом случае, который вы рассказали, они говорят, всё хорошо, у меня нет никаких проблем, да, она у меня есть, но это моя там условно любимая установка, да, поменять я её никак не могу и не хочу, и это бестолку, и буду я продолжать жить с ней дальше. И вот работа с установками, она про огромную честность с собой и со своим подсознанием, насколько мы можем признаться себе и в том, что это ограничивающая или какая-то негативная установка, и правда, она нам не даёт двигаться дальше, или мы будем её холить и лилей, да, как мы всегда говорили, есть там вторичные выгоды, да, почему, например, там, женщины долго сидят дома или там любят рожать много детей, потому что они просто не хотят выходить на работу, да, и они будут всё время искусственно придумывать огромное количество там проблем, связанных с детьми, детям уже 15-16 лет, уже там появляются, ну, теперь у нас выпускные экзамены, а теперь у нас поступление в университет, и я всё ещё вот, ну, страшно занята своим материнством, да, потому что вот я вот всё время, я вот очень нужна этому всему. Да, это же тоже такая тоже вторичная выгода, да, что установка, что женщина-хранительница очага, в принципе, она не глухая, эта установка, но как мы эту установку потом понимаем, как мы её для себя выкручиваем и выворачиваем и используем, да, и, в принципе, не хотим работать, и мы начинаем защищать вот эти вот вещи, которые находятся в нас, потому что просто иначе это, как это, призыв к действию, то есть как только мы начинаем менять установки, в любом случае это призыв к действию. Да, ну, и что, всё-таки вот, ну, насколько эти установки мы, да, можем изменить в наших силах вот этот призыв к действию, потому что для многих это в самом деле сломанная, может быть, даже судьба, может быть, какой-то вот, ну, какой-то узкий коридор, куда мы себя загоняем, вот, лишая каких-то других возможностей. Ну, я думаю, что проще всего понять, что что-то не так, это наше эмоциональное состояние, то есть как мы начинаем понимать, что мы в конфликте с собой, да, когда мы начинаем давать какие-то эмоции, когда мы головой понимаем, что, ну, наверное, не надо было здесь обижаться или, наверное, не надо было здесь как-то резко отвечать, то есть понимаем, но мы на это так реагируем. То есть я думаю, что наше эмоциональное состояние, эмоциональный фон, это является одним таким хорошим показателем того, что надо всё-таки над этим начинать работать. По поводу сломанной жизни, знаете, тут сложный момент. Как мы к этому будем относиться? То есть мы будем смотреть в будущее, что я сегодня это понял, и хотя бы сегодня я начну это менять и двигаться к какой-то другой жизни. Либо я буду всё-таки оплакивать тот путь, который я шёл до сегодняшнего дня, не в том направлении. И я думаю, что это тоже выбор каждого из нас, как мы с этим будем работать. Самое простое, как мы можем найти эти установки, потому что это же огромная работа. Этих установок, как я уже сказала, у нас тысячи, и все специалисты, консультанты и тренеры естественно предлагают их выписывать. С чего можно начать? Скорее всего, с той области, которая сейчас у вас провисла, можно так сказать. То есть та область, которая является проблемной на сегодняшний момент. У кого-то это могут быть отношения, у кого-то это бизнес-деньги, у кого-то это здоровье. И вот если мы возьмём, конечно, мне проще всего разговаривать про деньги, про негативные установки, связанные с деньгами, потому что это моя основная специализация. Ну, допустим, если мы начнём с отношений, какие же прекрасные фразы, что все мужики козлы. Ну, это же прелесть, а не убеждение, правда? Или что, например, родители в разводе, и ребёнок уже идёт с установкой, что нет любви на всю жизнь, что любые отношения временные, что мужчине доверять нельзя, что мужчина в любом случае, не знаю, подросит и бросит. И самое интересное, что когда у нас включаются такие установки, или они у нас есть, мы начинаем искать информацию извне, которая подтверждает наши все установки. Это тоже вот наша фантастическая способность нашего мозга. Мы не будем смотреть и будем пропускать те пары или родители, или родители друзей, которые долго живут в браке. И мы скорее это спишем на то, что это какая-то уникальная прямо ситуация, один на миллион, ну что же вы мне их приводите в пример, да? А вот посмотрите, все остальные пары, вот посмотрите, вот эти развелись, вот эти не живут вместе, вот у этих не сложилось, вот и всё. И вот в коробочку этих негативных убеждений каждый раз падает каждый вот этот вот новый случай. И тут тоже тогда получается, если работать там со специалистом, или можно самому себе задать вопрос, а какая выгода, зачем я вот в эту... И так у меня есть это уже негативное убеждение о том, что там браке недолгоиграющие, а зачем я в неё ещё складываю вот это вот всё, да? Могу ли я поменять это негативное убеждение? То есть хочу ли я поменять? Или мне очень выгодно быть в этой позиции? Я не знаю, там жертвы, не жертвы, хотя не могу понять, какая есть выгода в том, чтобы не выстраивать отношения. Я сама 25 лет в браке, и мне кажется, что как бы это странно. Но опять-таки это моё мнение, да? Кто-то наоборот считает, что нет, вот я одна, и у меня нет никакого стресса, или я один, да? Мне не надо разделять эту ответственность и стрессовать по поводу доверия второй половинки, а так я всё сама. Сама проснулась, сама поела, ребёнка в школу отвела, покормила, сама деньги заработала, да? Хорошо или плохо, не знаю. Вопрос к человеку. Хочет ли он работать над этой установкой? Если не хочет, ну насильно вообще никак. Мы не заставим никого ни с какими установками работать, да? Поэтому вот такая история. То есть начать с той области, которая у вас не проработана, как вам кажется, и выписывать там именно всё, что вот приходит в голову, да? И это там не один лист будет, не два листа. Потому что, ну, очень много. Вы прям мизерных установок. И советую даже отслеживать их в течение дня. Вот прямо вот с утра. И что-то интересное. Как бы я тоже читала исследование, что если нам кажется, что мы осознанно вообще принимаем какие-то решения, то на 99% нет. То есть нами управляют наши установки, привычки, опыт прошлого, позитивный или негативный. И фактически мы всё делаем на каком-то определённом автомате. Всё-таки вот, да. А вот как различить, например, вот это то, что мы называем установками, и действительно опыт. Ну, то есть вот если, ну, установка нас покусала в детстве собака, и это установка, но с другой стороны опыт подсказывает, что если идёшь по улице и видишь собаку без поводка, агрессивную, скапающую слюной, лучше не, ну, постараться как-то избежать этой встречи. То есть мы понимаем, что это может собака быть действительно бешеной собакой, дикой собакой, и она действительно тебя может покусать. Вот где вот это предубеждение, или вот мы говорим о предубеждении к определённым национальностям, или там, не знаю, там к людям без определённого места жительства, но если идёшь по тёмной улице и видишь подозрительную какую-то компанию плохо одетых людей, от которых плохо пахнет, которые как-то вот идут, ну, ты понимаешь, что они с какой-то угрозой тебе, вот это, наверное, всё-таки не то, чтобы установка, а вот жизненный весь опыт подсказывает, что лучше прибавить шагу, перейти на другую сторону улицы, пойти там, где более людно, под освещёнными фонарями. Ну, в общем, вот где вот это предубеждение, где жизненный опыт? Ну, смотрите, негативные установки, они нам мешают, и это самое простое, то есть когда вас укусила собака, и вы не можете в семье, где жена хочет собаку её завести, потому что у вас есть эта установка, она вам мешает, ну, потому что это какая-то ситуация. Когда вы идёте по улице и боитесь, не знаю, какого-нибудь там питбуля или ротвейлера, вы проходите мимо, вы наутро не вспомните, что вы эту собаку вчера видели, то есть вы её обошли, это естественный инстинкт самосохранения. И точно так же, я думаю, что, безусловно, спасение нашей жизни в наших руках, да, и к людям, далеко не все люди, которые без определённого места жительства, они агрессивны, вот далеко не все, да. И тут то же самое, то есть если вам нанёс там травму какую-то, или есть какой-то опыт у вас, ваших родителей, людей без определённого места жительства, у вас, безусловно, будет какая-то определённая установка. А может быть, она неплохая, она вам не мешает жить, то есть она есть и есть, я говорю, мы носители там тысячи установок, да, то есть вы не пойдёте, возможно, тогда в благотворительную организацию, которая будет заниматься, например, да, спасением людей без определённого места жительства, потому что у вас стоит эта установка, говорит, нет, вот я вот в эту организацию я свои деньги не перечислю. И вот в тот момент тогда вы, может быть, начнёте вспоминать эту историю. А если просто вы заботитесь о сохранении своей жизни по пути дороги, опять-таки через день, через два вы уже не вспомните, потому что вы шли или вы сделаете вывод, что, наверное, не стоит ходить вечером по тёмным подворотням, где какие-то непонятные типы существуют. Поэтому я думаю, что вот здесь вот эта разница и есть. Ну вот мы их выписываем. Что дальше происходит, то есть вот если мы составили такого рода список? Да, то есть это вот про отношения мы можем выписать, про деньги. Если мы успеем, я могу даже просто зачитать список, и он тоже очень интересно, когда кто-то проговаривает, насколько нам отзываются эти установки, да, потому что мы же реагируем. То есть одна установка, например, «Деньги – это большое зло» для кого-то пролетело, и он говорит, нет, я с этим не согласен. А, например, установка «Экономия приведёт к богатству в старости», такой «О, очень похоже на то, что это моя установка, что я сегодня там не куплю себе лишнюю, не знаю, сумку, костюм, не поеду лишний раз, но я зато отложу эту денежку на пенсию, и вот тогда в пенсионном возрасте я буду счастливее». Если эта установка есть, всё, давайте работать как бы с ней, потому что явно она вам мешает сегодня наслаждаться жизнью и тратить деньги с удовольствием, потому что все эти деньги вы стараетесь отложить, согласитесь. Вы лишаете себя жизни сейчас. И поэтому вот эти вот установки, и точно так же по здоровью. Все врачи-шарлатаны, у нас сейчас ужасная медицина, я лечиться не буду, пойду себе куплю таблетки, которые, я помню, хорошо работали, например, в советское время. Я не помню, что там было, нож, уголь, ну там что-то такое. Но к врачу не пойду, потому что я отсижу в очереди, потрачу кучу денег, ничего мне хорошего не дадут. Соответственно, о каком уровне, ну условно даже здоровье, да, можно говорить, если человек уже априори у него есть установка недоверия к медицине. И плюс ещё очень важно, как мы можем работать с установками, посмотреть на своё окружение. Это вот та формула, которую, мне кажется, мы из эфира в эфир проносим, да, что 10% — это наше знание, умение, 40% — мышление, 50% — окружение. И вот если посмотреть, мы даже проводили эксперименты, там месяц пожить в какой-то среде, которая не является вашей естественной средой, например, ну не знаю, как нам говорят, люди овощи, да, вот вы придёте, например, месяц в государственной организации, мы, кстати, затрагивали их, да, ну вот просто, допустим, бизнесмена на месяц поместить и как-то постараться сделать так, чтобы он свои бизнесовые способности там не проявлял, а просто вот насладился этой средой, да, вот этим вот течением времени, как люди там работают. И я думаю, что через месяц у него тоже произойдёт какая-то определённая трансформация, да, потом он, естественно, вернётся в обычную свою среду и вернёт эти навыки. И поэтому важно посмотреть, в какой вы среде. И если у вас там, вокруг вас люди определённого достатка, определённого мышления, определённого образа жизни, которые считают, что, например, там раз в год съездить в отпуск — это уже супер, да, или вам тоже кажется, что это предел мечтаний, то, безусловно, это тоже влияет на ваши установки. И точно так же смена окружения, да, или хотя бы как бы начинать общаться с людьми с другим мышлением, они тоже дадут какие-то определённые… снимут эти блоки, снимут эти установки. Я напомню, телефоны нашей студии 67212-9399, 67213-9399, если вдруг есть какие-то вопросы, дополнения, желание поделиться своими жизненным опытом. Это всё можно легко сделать. Ольга Троицына, коуч, мы сегодня говорим о том, как снять негативные установки, блоки, которые мешают нашей креативности, нашему развитию. Да, и классная тема, через которую мы можем тоже себя проанализировать, это как раз фильмы и книги. И тут тоже я вот пока готовилась, подумала, что очень же интересно, как мы все выбираем, что смотреть и что читать. Кто-то любит, не знаю, там, про Восток, про какие-то, наверное, войны, да, фильмы, бесконечные сериалы, даже не просто фильм. Кто какие книги читает, про кого, какого героя, потому что в любом случае всё, что мы читаем или смотрим, это так или иначе нас дополняет и где-то, наверное, нас отражает, да. И вот тут вот тоже хороший пример был, да, если нам нравится фильм «Робин Гуд», то есть отобрать богатых, отдать бедным, да. То есть уже тоже, наверное, понятно, что наша денежная установка, она немножечко, ну, неправильная, да, и вряд ли мы заработаем с любовью к фильму «Робин Гуд», именно вот к этому моменту «Робин Гуда», там, не потому что актёр классный, да, и не потому что там виды красивые, а именно потому что нравится эта идея, то, ну, вряд ли, наверное, это нас приведёт к какому-то там супербогатству. Вот. И да, что ещё про установки? Мы можем сейчас буквально пробежаться про денежные установки, потому что считается, что денег в недостаточном количестве у людей с заниженной самооценкой. И это очень важно, да. И чем больше мы даём ценности своим трудом, своей работой окружающим, тем больше мы можем заработать. И вот этот вот момент давания, передачи ценностей от себя другим, он очень важный. И что если ценности от нас, от нашей работы нет, или она очень маленькая, мы можем, поменяя установки, прийти к какому-то определённому финансовому благополучию. Если же мы даём эту ценность, но мы её неправильно оцениваем, то есть мы ставим слишком маленькую цену, да. То есть это вот, если мы говорим, например, учителя в школе, они дают огромную ценность, да. Но что происходит? Опять-таки есть рынок, как кажется, как будто бы рынок зарплат, выше которого не прыгнуть, да. И вот всё. И человек может быть гениальным учителем, но при этом он будет жить на какие-то очень скромные деньги, потому что будет вот в данном конкретном случае этих установок, наверное, мы сразу можем пачку выписать, да, что, а, учителя никогда в этой стране много не получали, цель учителя не заработать денег, а, например, обучить детей. И я думаю, что вообще, на самом деле, вот отсюда и по списку, да, если вот так вот сесть и по-брейнстормить, сколько можно всего выписать, да. Но при этом есть гениальные учителя, которые зарабатывают много денег, есть учёные, да, которые там даже становятся блогерами и тоже открывают свои школы и делают. То есть это же вопрос вот мышления и масштабирования. Репетиторство, опять-таки, да, учителя, которые могут работать репетиторами. Хотя вот по последним данным, буквально сегодня пришла новость о том, что, согласно опросам, половина латвийских учителей задумывается о том, чтобы в ближайшем будущем сменить профессию. Они, надо заметить, ну вот разочарованные, может быть, здесь и удалённое обучение сыграло свою роль, но вот они, ну, чувствуется разочарование в профессии вот среди учителей. Ну, это, в принципе, я считаю, что это очень здорово. Здорово, и расскажу, почему это здорово. Потому что, когда мы говорили про смену профессии, это что, пусть к мастерству через новую профессию. Есть гениальные учителя, которых мне даже искренне жалко, потому что они свою вот эту вот гениальность, они, по идее, ну как, они дают всем одинаково. Вот сколько у них там учеников? 100, 200, 300, которым нравится этот предмет, которым не нравится этот предмет, но ты должен этот предмет в них каким-то образом втолкнуть. А если человек с талантом, и он уходит, на самом деле, в репетиторство, например, да, во-первых, там почасовая ставка, будем честными, совершенно другая, да, и он даёт вот эти свои знания, свое мастерство тем детям, которым им это очень надо. У меня там старший ребёнок, нашёл, мы его нашли репетитора, он ходит, сейчас я скажу сколько, три или четыре года, и летом каждую неделю ему всё нравится. Он даже не делает перерывов, и он даже не думает о том, что можно сделать перерыв, что можно делать дополнительно по математике, четыре года, я не знаю, но вот у них сложился контакт с учителем, и она всё время что-то новое ему даёт, да, он всё время куда-то двигается. И это прекрасно. Я считаю, что гениальные учителя, например, там, математика, русский, у нас тоже есть репетиторы, да, они учителя в школе, и плюс они супер-репетиторы, да. И, конечно, мне кажется, что если правильно выстроить вот эту вот карьеру, то быть репетитором, это, наверное, по времени столько же, а по деньгам даже больше. То есть это только те же самые полдня, ну, после школы, ну, скорее всего, когда дети могут заниматься, да, а по деньгам, мне кажется, это будет получаться очень хорошо. Но опять-таки в репетиторы уйдут только мастера, те, которые и правда хорошие учителя, и хорошо знают свой предмет. А те, которые, ну, по-разному люди относятся, будем честными, да, и на удалёнке мы тоже это чувствуем, что абсолютно не все там вкладываются на 100%. Куда пойдут те люди, скорее всего, вообще не в репетиторство, да. Вполне вероятно, они могут пойти, как это, драм-кружок, кружок по фото, и, ну, вот что-то такое, да, то есть куда-то уйти в какое-то творчество другое, и точно от детей они уже устали, и мы это видим. У нас, да, у нас буквально осталось, ну, около пяти минут, чтобы, может быть, дойти до какой-то точки, и затем уже, заинтриговав, предложить нашим слушателям через неделю вернуться к этой же теме. Да, а закончим мы совершенно практическими вещами, как работать с этими установками. Мы же должны что-то такое, не просто рассказать о том, что они есть, а ещё рассказать, как с ними работать. И есть два, как бы, вида, как работать с установками. Первое — это замещение или рефрейминг, то есть когда берётся негативная установка, и она меняется на позитивную установку, да, там, например, деньги ты же зарабатываешь, для этого необходимо прикладывать там неимоверные усилия. Вот всё, вот чтобы было много денег, я прям должен 24 на 7 работать и выдыхаться. Соответственно, каждый человек, на самом деле, делает этот рефрейминг индивидуально, и если человек работает там с коучем или психологом, ему это рефрейминг, и ему вот эту вот позитивную установку, конечно, помогают найти. Но я уверена, что можно это сделать и самому. То есть написать в противовес, а как бы вы хотели, чтобы к вам приходили эти деньги. В основном это классическая фраза «хочу зарабатывать деньги легко и с радостью». Да? И как бы на самом деле всё возможно. Что делается дальше с установками? То есть это как… Кто-то это называет аффирмациями. То есть ты эту установку начинаешь проговаривать каждый день. То есть ты вот просыпаешься утром, открываешь глаза и говоришь себе, а я хочу зарабатывать деньги легко и с радостью. И мозг начинает перестраиваться. И самое смешное, он начинает запускать эти процессы. Так а как же я могу заработать деньги легко и с радостью? Да? И кажется, что вроде ничего не происходит. Вы с работой не увольняетесь. Вы не делаете каких-то резких телодвижений. Но ваши уже, так как я смотрю сейчас сериал «Пуаро» в качестве серой клеточки, я так думаю, они начинают уже работать в эту сторону. Так, типа, стоп-стоп-стоп. До этого мы зарабатывали тяжело, жутким трудом и еле доползали этот самый, а теперь вдруг нам сменили программу, и мы теперь должны идти другим путём. Ну, давайте, хорошо, дайте нам время. Мы этот новый путь теперь начнём искать. То есть это даже не значит, что у вас должно быть сразу действие какое-то. Нет, вы хотя бы можете лечь в сторону своей мечты. Не обязательно уже бежать в ту сторону. Или там, например, покупка дешёвых вещей позволит сэкономить и накопить денежные средства. Ну, тоже такая смешная история. То есть понятно, что дешёвые вещи, они изнашиваются гораздо быстрее, насколько это там хорошо, экология и так далее. То есть опять-таки такая установка, хотите менять на что-то другое, я буду покупать реже, но, допустим, хорошую вещь. Естественно, она меня будет радовать гораздо больше, потому что она уже, убыль бренда, допустим, посерьёзнее, качество получше. И носить я её буду дольше. Вот, и пожалуйста, вместо трёх дешёвых платьев купите, например, там одно дорогое. Вот, это рефрейминг. И второе, это стирание и замещение. Это когда полностью какие-то установки убираются, но тут, наверное, тоже со специалистом или через какие-то медитации происходит, происходит, когда вы просто не хотите её менять ни на какую позитивную. Вы хотите просто, чтобы её не было. Это тогда идёт внутренняя работа. И после этого возникает внутренняя свобода, когда вы начинаете избавляться от каких-то вещей, от каких-то блоков, которые вам мешали двигаться. И тогда уже можно перейти к вопросу и творчества, и креативности, и какой-то внутренней свободы. Потому что пока у вас сосуд заполнен вот этим вот негативом и вот этими вещами, которые вас дормозят, то перейти к творчеству и к поиску совершенно нестандартных решений довольно-довольно сложно, пока не закрыты вот эти вот базовые потребности. Сколько работать с установками? Я бы тоже рекомендовала работать каждый день, столько, сколько не жалко времени. То есть сначала их выписывать, их осознавать, их на что-то менять, потом внедрять эти новые установки. Но опять-таки это ваша жизнь, и каждый делает свой выбор, насколько ему с этими установками хорошо, насколько он хочет двигаться вперед и что-то менять. В любом случае, менять никогда не поздно. Спасибо большое, Ольга Троицына-Коуч. Сегодня была с нами на прямой связи. Мы обязательно продолжим наши беседы. Вот каждую среду в 11 часов слушайте, принимайте участие, поскольку можно также звонить и задавать вопросы и делиться своим собственным опытом. Спасибо большое, Ольга, и до следующей среды. До свидания. А у меня вопрос. А мы можем попросить слушателей, может быть, мы можем собирать какие-то вопросы между эфирами? Можем. Или еще что-то, правда? И потом более конкретно и точечно, может быть, даже разбирать какие-то истории, чтобы не просто, как мы, учитель в школе, а что-то такое уже, может быть, конкретно людям даже помогать? Я думаю, что я, во-первых, значит, напомню, что можно задавать вопросы по номеру 2-3-0-6-1-9-1. Это писать в виде сообщения на WhatsApp, мы его получим. 2-3-0-6-1-9-1. И есть прекрасный, ну, адрес электронной почты radio.atmixnews.lv. Mixnews, ну, через X он пишется. Вот на эту почту вы тоже можете присылать письма. Но я думаю, что на сайте тоже у нас появится обязательно анонс, может быть, нашей следующей встречи. Там в комментариях можно что-то написать тоже. Так что вот способов много. Обращаюсь к нашей аудитории. Давайте налаживать обратную связь. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Благодарю. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болком.